К чему снится дым? Ну давайте посмотрим, откуда бывает дым. Дым бывает от пожара, от костра. То есть это предвестник чего-то огня. Как бы по-другому никак нельзя. Дым бывает от кастрюли, от воды. Тоже дым. Вроде не дым, это пар называется. Поэтому пар и дым мы не смешиваем. Пар – это одно, дым – это другое. Дым может быть от сигарет. Такое тоже может быть. То есть когда мы дымим, это сигареты. Ну например, если вы видите дым от сигарет, опять смотрим, кто-то курит и дым идёт. Значит сигареты обычно связаны в первую очередь, они связаны с сигаретами. Сигареты – это человек нервничает. И вполне возможно, что дым – это предвестник какого-то события, по которому человек будет нервничать. Если вы видите знакомого человека, например, человек ваш, который работает юристом, например, это и он курит, и от него идёт большой дым. Значит, это у вас могут быть события, это будущее. Почему? Потому что сперва видим дым, потом только огонь. Или инструмент, от которого идёт дым. В данном случае это сигарета. А сигарета – это часто бывает от того, что это может быть нервное переживание. Когда человек курит, он переживает. В основном, когда он переживает, он начинает курить. Бывает, если это врач, например, ваш знакомый, посмотрите, этот дым вполне возможно, что вы будете нервничать по поводу своего или чужого здоровья. Если дым идёт, например, от леса. Вы видите, в лесу идёт дым большой. Значит, это может быть проблема будущая. Лес – это проблема. Это в лесу потеряться. То есть это очень сложно идти. То есть лес – это связано с проблемами человек очень часто. И поэтому, если там дым, вполне возможно, что скоро у вас будут какие-то явные проблемы, которые могут проявиться в скором будущем. Потому что сперва дым идёт, потом идёт источник дыма. Когда я писала интересный прогноз на 2020 год, мне приснилось слово «дым, дым, дым» слышала и видела дым. И я подхватилась. В этот же день я записывала ролик по гороскопу, вернее, по прогнозу на 2020 год. Я думала, что, может быть, у меня где-то в квартире будет дым. Он проверил проводку, всё нормально, всё хорошо, потому что дым может быть ещё от проводки. Мы поговорим об этом. Но что интересно, я потом сопоставила, несмотря на то, что считается, что лето будет влажным и всё остальное, большая вероятность, что может быть гореть болото, может быть дым быть от орфиных этих. Именно дым. Это я потом через какое-то время даже прогноз написала, что могут быть какие-то пожары и всё остальное, но именно вот этот дым. Скорее всего, будет засушливое лето. Ну, давайте посмотрим. Поэтому просто символ дыма, я даже не видела дым, ключевое слово было «дым, дым, дым», я проснулась. То есть моё подсознание как бы показывало на будущее, что вполне возможно, что может быть именно лето, которое будет связано с пожарами и дымом, самое основное. Дым – это когда горят болота. Это в буквальном смысле слова. То есть это как подсказка пошла. Значит, если дым идёт из электропроводки в квартире, значит, это неправильная у вас энергетика. Квартира – это символ вашего энергетического состояния. Это, будем говорить так, ваша электропроводка, энергетика. Значит, здесь что-то не в порядке. Надо провериться обязательно. Именно дым – это как бы предостережение. Какой-то дым даёт именно первооснову, как бы подсказка, что что-то не в порядке идёт. Поэтому вот этот дым, который идёт, это всегда событие, которое вот-вот уже явно немножко начинает просматриваться. Это события, которые будут. И поэтому на это надо обратить внимание. То, что происходит у вас внутри. Вернее, снаружи. И здесь дополнительные символы могут показать, в какой сфере может проявиться вот этот дым. Спасибо.